Александр Кораблёв, она для вас прочитает стихотворение про маму. Обещала. Да, вот она. Часто мама обещает, не приводит к исполнению. Но минуту надо обчаться, обещаться и оборчаться. Если выполнить придётся маме всё, что обещала, то в свою живому место ты на поле не найдёшь. Если сына отглывает, обнаружит маму вдруг, что она не сына будет, а тушу чуточки, пусть не мельчат маму. Но не всё ей не равно, никаких различий нет между грязью и детьми. Если вы гуляете в шапке, а потом она пропала, не волнуйтесь, маме дома можно что-нибудь собрать. Но старайтесь брать в России, чтобы глядя свечёно за тайное дыхание. А мама долго слушала про неё. Но уж если вы собрали про потерянную шапку, что её болью неравна отобрала шпион, постарайтесь, чтобы она не ходила взмущаться в настранную разведку. Там её не так поймёт. Когда тебя, правая мать, ведёт к зубным врачам, не жди пощады от неё, напрасно слёз не лей. Молчи, как пленный партизан, и стесни зубы так, чтобы не сумела отражать толпажных врачей. Если мама в магазине вам рубила только мячик и не хочет остального всё, что видно, покупать, встаньте в плям, пятки вместе, руки в сторону разносу, открывайте рот во шерсть и кричите в ум. А-а-а! Никогда, роняясь в сумке, словно в грамм садни, тревога покупать, как в общак, с продавцами, в клапе. Мама, директор магазина, ползёт и скажет маме, заберите всё бесплатно, пусть он только замолчит. Постарайтесь, свеже, постарайтесь, свеже маме, попадаться на глаза, никогда не знаешь, что я, завтра в голову придёт. Кто в картошку едет, заставит, кто причётся и начнёт. Можешь вдруг подкрасть назад и послать за влагой. Или выскочить из кухни и отправить руки в лесу. Нет, лучше с этой мамой не встречаться никогда. Если мама вас поймала за любимым вашим делом, например, за рисованием, в коридоре, на обоих, объясните ей, что это ваш сюрприз. Любимой маме, вызывайте картина. Милую мамочку, пакет! А кто из них выжил свою маму? Вам это была Александра Горлёва. Ваши аплодисменты! Продолжение следует...